Всем привет, друзья! Ставка 40 тысяч рублей на воскресенье. Первый из двух видео. Обязательно посмотрите второе. В этом видео ряд интересных матчей, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, переходите в Телеграм на мой канал с дополнительными салатными прогнозами и в наш чат, где уже более 1100 участников. Там вы можете обмениться своими мыслями. Ссылки найдете в описании. Беневенто играет против Миланы. Беневенто 0-2 обыграл Удинезе 2-0 Джену. Две победы подряд команда одержит. При этом дома они играют очень здорово. Не проиграют даже топом. Почти всем забивают. 1-1 сыграли с Лацио и Вентусом. 1-2 уступили Наполе, но забили. Что касается Милана, то да, они идут на первом месте. Но в последних матчах мне Милан не нравится, поэтому я предвижу в будущем определенный спад у этой команды. Милан 2-2 сыграл с Пармой и Джену. 1-2 обыграл Сусоло на выезде, хотя весь матч оборонялся. И 3-2 обыграл Лацио, вырвал победу в концовке, хотя, честно говоря, на эту победу не наиграл. Но мы видим, что почти в каждом матче Милан пропускает по 2 гола. В 5 матчах подряд у Милана обе забьют проходят, поэтому я уверен, что Беневенто им тоже забьет. Ну и, конечно, класс Милана скажется. Гости без гола не уйдут. Моя ставка обе забьют. Кои цены не 69, 2900 рублей я оставлю. Калери играет против Наполи. У Калери достаточно много травмированных футболистов. Даже пока непонятно, кто сможет сыграть у них в этом пылинке, а кто нет. В прошлом туре 3-2 уступили Роме на выезде. 1-1 сыграли Судинезе и Вероне. 1-3 проиграли Интеру, но и разошлись миром с Пармой. 6-7 матчов последних у Калери обе забьют проходят. У себя дома они всегда неплохо смотрятся, всем дают бой. И Наполи, я думаю, будет тяжело, особенно учитывая то, как безобразно Наполи играет в последнее время. В общем, в трех матчах у них ни одной победы. Если когда они проиграли Интеру 1-0, там мне Наполи понравилось. Даже в меньшинстве они атаковали, создавали моменты и наиграли на гол. То в последних двух матчах Наполи просто-напросто был безобразен. Они 1-1 сыграли Старина и 2-0 уступили Латсу абсолютно по делу. В пяти матчах подряд Наполи пропускают. Плюс есть травмированные футболисты. Мертенс точно не сыграет. И Кулебали, скорее всего, тоже пропустит этот поединок. Основной центральный защитник, лидер команды. Без них, конечно, Наполи будет тяжело не пропустить в этом поединке. Я уверен, что Кайри забьет. Моя ставка, обе забьют. Коэффициент 73, 2800 рублей я ставлю. Алавес играет против Атлетика. Алавес 1-1 сыграл на выезде с Сосуно. При том, что почти весь матч играл в большинстве. В большинстве пропустил, был близок к поражению. Только благодаря пенальти смог уйти от поражения. Вообще, Алавес, конечно, мне не нравится. По своему времени, даже несмотря на домашнюю победу 2-1 над Эйбором. Также в гостях они уступили 2-0 Сельти и 1-0 Уэски. Дома, конечно, Алавес получше смотрится. Не так часто проигрывает. Сейчас очень хорошее. Команда одержит 4 победы подряд. 1-0 обыграли Хитафи. 0-2 на выезде Реал Соседат. И я думаю, что с Алавесом Мадриду будет гораздо проще играть в этом поединке. Также 3-1 Атлетика обыграл Эльчи. В общем, команда идет уверенно на первом месте. И имеет шикарный отрыв от преследователей. У них там еще несколько матчей в запасе. В 9 из 10 игр у Атлетика тотал меньше 2-5 проходит. И у Алавеса последний 7 матча тотал меньше 3-5 залетает. В 11-14 тотал меньше 2-5. В личных встречах 5 побед в 6 матчах Атлетика на Долове самодерживает. 7 из 8 игр тотал меньше 3-5 проходит. Моя ставка P2 плюс тотал меньше 3-5. Коэффициент 2-0-5. 2-800 рублей оставлю. Ювентус играет против Удинеза. Ювентус в прошлом туре уступил 0-3 в Фиорентине. После этого была определенная пауза в серии. Но я думаю, что в этом матче все-таки Ювентус возьмет свое. Потому что нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Такое сокрушительное поражение. Но во многом они проиграли из-за того, что было удаление у туринцев. До этого Фиорентин вообще никого выиграть не могла. Тут Ювентус остался в меньшинстве и пропустил целых 3 гола. Но несмотря на то поражение, все равно 5 побед в 7 матчах у туринцев есть. 0-4 на Вази Парума обыграли. 1-1 сыграли Саталант. 1-3 обыграли Джену. 2-1 в дерби Торино. Что касается Удинеза, то команда выступает нестабильно. В прошлом туре дома 0-2 уступили Беневенто. 1-1 сыграли Скайлери и 0-0 Скаратоне. И на выезде 2-3 обыграли Торино и 1-3 Лацо. В личной встрече, конечно, полное доминирование туринцев. 6 побед в последних 7 матчах. 5 побед подряд дома Ювентус одержит над Удинеза. При этом в 4 из 5 матчей фора минус 1,5 даже на туринцев проходят. Поэтому я беру фора минус 1 на Ювентус. Коэффициент 1,74. 2 тысячи 900 рублей я оставлю. Бавария играет против Майнца. Здесь, конечно, очевидный фаворит Бавария. Я думаю, что после перерыва команда вернет необходимый тонус. Потому что концовку года все-таки Бавария не на должном уровне провела. Хотя все равно даже тот уровень им позволил 2-1 обыграть Вольфсбург. И 1-2 на выезде Байер. Команда, которая вместе с Баварией борется за самые высокие места в этом сезоне. Майнцы выступают безобразно. Они даже в Кубке Германии от Бохума вылетели. Давно сыграли основное время. По пенальти уступили. 0-1 проиграли дома Вердеру и Кёльну. 0-0 сыграли с Гертой. Уступили 2-1 Армении. То есть в последнее время у Майнца 4 поражения в 5 матчах. Хотя график игр был довольно-таки несложный. Играли против прямых конкурентов, борцов за зону выживания. И таким образом Майнца располагается на предпоследнем 17-м месте Бундеслиги. Так что Бавария очевидный фаворит. Уверен, как обычно, они с первых минут понесутся вперед. К перерыву забьют и будут вести в счете. В личных встречах тоже там разгромные победы. Бавария снова держит 6 побед подряд. Поэтому моя ставка традиционная, которую часто берут на матчи Баварии. Первый тайм. Победа Баварии. Плюс тотал меньше 3-5. Коэффициент 1-63. 2-900 рублей я ставлю. И последний матч этого видео. Уэска играет против Барселоны. Уэска 2-1 уступила Сельти на выезде. 1-1 сыграли с Леванты. 2-0 проиграли Атлетику в Бильбао. И лишь одна победа в этом сезоне Уэски. Конечно, очень много ничьих. Команда тоже неуступчивая. Довольно низовая. Закрыты. Но и поражений хватает. В общем-то, в 6 из 8 матчей последних у Уэски тотал меньше 2-5. Чемпионат Испании проходит. Что касается Барселоны. То 1-1 сыграли с Эйбором. Играли без Месси. В этом поединке Месси должен восстановиться. Я думаю, что, конечно, Месси не хватало. Матч против Эйбора. Но еще больше не хватало банального везения. Потому что в первом тайме Бритует не забил пенальти. Также отменили его гол после вара. А в концовке там огромное количество невероятных моментов было у Барселоны, чтобы вырыть победу. Не удалось. Но до этого вместе с Месси уверенно на выезде обыграли 0-3 в Элидолит. 2-2 сыграли с Валенси дома. 2-1 обыграли Реал Сетат и 1-0 Леванта. Три победы в пяти матчах в Ла-Лиге у Барсы. И в 11 матчах подряд тотал меньше 3-5 проходит. Особенно на выезде Барса пока задовольный низовой футбол. Там даже тотал меньше 3-5 в основном залетает. Думаю, что на этот раз Барса все-таки дожмет своего соперника. Много голов, повторюсь, не жду. Моя ставка P2 плюс тотал меньше 4-5. Коэффициент 1.99. 2.800 рублей я ставлю. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки в Телеграме. Вас ждут дополнительные бесплатные прогнозы на моем канале. А в чате вы всегда можете обсудить ставки с другими участниками. Ссылки найдете в описании. Успехов вам. Увидимся в следующих видео. Увидимся в следующих видео.